Вы поставьте, а мы еще подождем. Эта фраза стала звучать чаще. На волну желающих привиться от коронавируса логично появилась волна скептиков. У них на отказ от прививки свои причины. Серьезные хронические заболевания или аллергии. Люди говорят, страшно проводить на себе эксперименты. Я знаю, что у меня аллергия была в детстве на определенные лекарства. Там был отек, как в венке. И вот поэтому я просто переживаю, боюсь, как бы за свое здоровье, как реагирует мой организм. А может быть у меня инкубационный период. И тогда встает вопрос, как можно законно избежать вакцины. Способ есть – медицинский отвод. Но в стране и в регионе, в частности, отсрочку дают в основном временно. При обострении хронических воспалительных заболеваний и окончании острых воспалительных заболеваний от двух до четырех недель, чтобы в организме все успокоилось, перед любой вакцинацией в государственных поликлиниках делается медосмотр терапевта, специалиста. Если какие-то подозрения возникают, мы не делаем эти прививки, направляем, ну, крайне редко, но направляем на консультацию с специалистом. А вот четко рекомендаций для полной строчки – нет. В Краевом Минздраве нам назвали лишь одну причину – проявившийся после первого компонента препарата анафилактический шок. После такого человеку вручают документы о медотводе и без занесения записи в госуслуги. Кстати, выдать документы имеют право лишь терапевты или фельдшеры, которые ставят вакцину. Однако юридически все интереснее. По закону человек вправе без причин отказаться от прививки. С другой стороны, опять же по закону, его тогда не выпустят за границу, и это самое безобидное. Так работодатели призывают прививать минимум 60% сотрудников. Но юрист Татьяна Корнелюк объясняет, что принуждение к прививкам в задачи руководителей не входит. Рассказать о необходимости проведения прививок, сдать некие приказы, памятки каким-то своим работникам раздать. Даже не стимулировать, собственно говоря, а дать возможность работнику сделать прививку. Ну, самое распространенное – дать ему выходной в этот день. Если вы это сделали, вы не обязаны следить за тем, 60% у вас привилось или 59% или 20% привилось. Потому что у работника есть точно такое же право отказаться от этой прививки. И еще один нюанс. Есть всего 12 сфер, представители которых в принципе обязаны вакцинироваться. Это работа на неблагополучной по инфекциям земле, содержание безнадзорных животных, обслуживание, канализация, образование и, конечно, медицина. Но сотрудники данных сфер на сегодняшний день обязаны прививаться препаратами, которые существовали еще до пандемии. Сотрудников, которые не хотят ставить вакцину, имеют право бессрочно отстранить от работы. Но салонов красоты, кинотеатров, торговых центров и госучреждений в списке нет. «Прислали уведомление от одного из работодателей, что он угрожает работникам отстранением от работы. Транспортная компания, уважаемая в нашем городе, запугивает работников незаконно». И тогда, говорит Татьяна, несогласным сотрудникам одна дорога в суд. О таких случаях пока неизвестно. Что касается полной срочки от вакцинации, то дают их в единичных случаях. А подавляющее большинство, уверены медики, способны перенести вакцинацию. Кстати, распоряжение об обязательном прививании от коронавируса в крае еще не принято.